Привет, скучали? Да, вот он я и выпускаю новую серию классного сериала Клан Сопрано. А перед началом не забываем по традиции ставить лайкосики, кто новый пришел подписаться, и также хотя бы поставить какой-нибудь классный коммент, ну чисто по душе. Все это нам поможет достичь отметку в 10 тысяч подписчиков. Устраивайте попки поудобнее, потому что начинается третья серия второго сезона классного сериала. Сэндвич с паромской ветчиной. Да пошел ты нахуй. Тони получил звонок от копов, что его дом, где жила мать, просто в разрухе. Он приезжает и видит подружку своей дочери, которая в говнище. Оказывается, что вечеринка была закатана не просто для людей, а для животных. Везде блюата, двери и стенки обмазаны говном. Все блюют. Тони привозит Мэду домой после того, как привез всех ее подружек, в принципе, домой. Кармела не понимает, что происходит. Тони постепенно объясняет Мэду, посылает всех нахер, и пьяная в говнище поднимается уже к себе. Адриана сидит в машине с каким-то типом. Это Ричи Април, брат Джеки Априла, который был боссом семьи Демео. Ричи заходит в забегаловку, поздоровался с одним знакомым, который как бы вроде так и так, но он вроде бы думал про Ричи, но на самом деле ни хера не завеливлялся как бы навестить этого Ричи. Тот поленек понимает, что Ричи хочет у него наехать, говорит, на меня наезжать не надо. Ричи говорит, ну что ты отсасываешь сопрано, ну и начинает, в общем-то, его пиздить. Потому что он проявил неуважение, так как Ричи парень из старого времени и старых понятий. Сестра Тони начинает с самого утра долбить все мозги, что типа девочка, да, наебенилась в Си. Да, она устроила как бы свинарник в доме его матери, как бы ее матери тоже, ведь она его сестра. Тут появляется Мэдоу, которая не умылась, у нее воняют подмышки потом, у нее изо рта воняет вонючим перегаром и возможно даже не только перегаром, но и кое-чем еще. И говорит, что я не я, опять жопа не моя, я ничего не знаю, это тупо совпадение. Уже днем Тони встречается с Ричи, который отсидел десятку. Тут приходит Крис и оказывается, что как бы Крис пиздит Адриану, Адриана оказывается племянницей Ричи. И говорит, что если этот верблюд еще раз ее тронет, ему пиздец, лучше женись и тогда ее пизди, а сейчас до свадьбы пальцем ее не трогай. Сидят и отдыхают в ресторане, тут появляется доктор Мелфи, которая начинает говорить «Привет!». Тони удивлен этому поведению и говорит, что «Привет!». И увидимся еще раз. Все начинают додалбливать Тони, как она делает миниет, хорошо ли она отсасывает, как она в дырочке. Доктор Мелфи вахер от того, что как бы она начала вести себя как ебаньку, и все это рассказывает своему психологу, который говорит, в принципе, скорее всего, это просто на всего длительное влияние криминального элемента, так на нее подействовало. Рич приходит заниматься йогой, там он встречает сестру Тони, который хочет ее уже отжарить, но она удивляется, они потом встречаются, общаются и обмениваются номерами. Тони говорит Ричи, что ФБРовцы дышат в спину, нельзя говорить о делах со мной напрямую, тем более, где-нибудь, где могут быть ФБРовцы, а в магазинчике это нормально, Ричи говорит, что это пиздец, как неуважение, мне это, блядь, не нравится. В мое время, а Тони говорит, нет, блядь, в твое время было в твое время, а сейчас либо ты сосешь, либо ты работаешь, нахуй, третьего не дано, я здесь босс, мне похуй. Сестра Тони начинает уже с самого утра грузить Тони, что так и так девочка растет, да она ебенилась, чьида обосрали хату матери, ну бывает. Тони говорит, что шла бы она нахер, она не имеет права ничего делать и объяснять, потому что это его семья. И тут же Кармел говорит, что они рожами одинаковые, и говорит, не лезь, блядь, лечить мою дочь. Но Ричи появляется уже у самого Джуниора, который приходит на осмотр и использует кабинет врача, как переговорочную. Он радуется встрече со старым другом, который говорит, «Если ты хочешь, я могу устроить многое, ты только скажи, я твой во всем. Кого убрать, что сделать, ты только скажи». Назовем этого типа Мимси, потому что его встречает опять Ричи. Он хочет его испугать, застрелить, но Мимси убегает. А когда хочет вернуться в машину, Ричи въебывает его сначала на своем джипе, а потом уже передавливает разочек на прощание. Две тупые алкашки засрали всю кухню, поют какую-то мудотень, обосрали всю плиту, все пролили и просыпали. Бляди настоящие, которые не знают даже, как готовить. Ричи, как затычка в жопе, приходит даже к матери Тони. Так проявить уважение для показуки. На самом деле он, чтобы встретиться с сестрой Тони. Я это говорю, потому что я забыл, как ее зовут. Медо говорит, я хочу денег. Тони говорит, хуй тебе, денег ты не получишь. Но, как бы, все равно ей дает кто-то деньги. Хоть она не заслужила и не отмыла еще те стенки в говне и рвоте. Тони, узнав, что произошло с Мимси, приходит навестить его. Ну, прикалывается, не ловит ли он какой-нибудь канал 2х2 по своим новым антенкам в теле. А после этого встречается уже с самим Ричи, который говорит, так не так, ты вроде бы ничего не понял. Этот человек работает на меня, и наезд на него, значит наезд на меня. Либо ты сосешь, либо ты работаешь. Я тебя повторять, блядь, больше не буду. А потом, через какое-то время, приезжает посмотреть, как дела в доме у его матери. И видит, как Медо отмывает уже говно с блюотой и чуть ли сама не блюет. Продолжение следует...